Меня только что попросили обратить внимание на то, что у экспертов максимум 5 минут на выступление. На будущее, пожалуйста, имейте это в виду. Не более 5 минут. Так вот, следующий пункт повестки дня, он довольно объемный. Состояние госуправления в странах Восточного партнерства. Дорогие коллеги, мы сейчас поговорим о состоянии госуправления, однако, к сожалению, докладчик Европейского парламента по этой теме, который готовил доклад о состоянии госуправления в странах Восточного партнерства, господин Петр Поллак, не может сегодня быть здесь. И он попросил меня от его имени представить рабочий документ в ходе подготовки доклада. По поводу процедуры, обращаю ваше внимание на то, что этот текст рабочий документ. Проект доклада будет представлен лишь после завершения нашего заседания в Ереване. Он был представлен вниманию со-докладчиков, а также экспертов и членов для того, чтобы они могли прокомментировать проект доклада. Затем можно будет внести поправки в этот проект, и далее в ходе пленарного заседания Евронест, которое состоится в апреле в Кишиневе, этот документ будет представлен на голосование. Прежде чем я скажу пару фраз про этот доклад, мне бы хотелось поприветствовать госпожу Марию Карапетян, со-докладчицу, и от имени господина Поллака поблагодарить ее за потрясающее сотрудничество, которое сложилось между вами. Мы обязательно вас сегодня еще послушаем по этому пункту, но мне бы хотелось начать с того, что попросил зачитать вам господин Поллак. Действительно, доклад называется довольно длинный, он называется «Доклад о продвижении управления в государственных учреждениях на основе политического диалога и институционного сотрудничества с целью повышения эффективности и административного потенциала». Этот доклад посвящен ответственному госуправлению, а также ключевым реформам, которые необходимо провести для достижения экономического и социального прогресса, а также для построения справедливого, стабильного и благополучного общества. В этом докладе признается, что ситуация с госуправлением во всех странах Восточного партнерства разная, в каждой стране своя. Этот доклад также останавливается на радиопрограмм Европейского союза, например, армянская система подачи декларации о доходах собственности, Грузия, Молдова, Украина, и также там упоминается создание органов по борьбе с коррупцией в Украине, например, здесь в Армении. Тем не менее, в докладе также подчеркнуто, что в странах Восточного партнерства необходимо продолжать проводить серьезные реформы. Необходима мирная и стабильная атмосфера – это важные условия для успеха соответствующих мер и усилий. Однако, в докладе также отдается отчет последствиям пандемии и коронавирусной инфекции. Пандемия, конечно, стала дополнительной проблемой на пути этих реформ. Тем не менее, необходимо срочно вернуться к достижению успеха на этом пути, в частности, при реализации реформ, реформы государственного управления и правосудия, а также необходимо продолжать бороться с коррупцией и организованной преступностью. Необходимо также укреплять прозрачность и необходимо требовать от госорганов отчитывать в соответствии с принципами демократии. Это же касается и публичных финансов, государственного бюджета. Они должны быть прозрачны. Необходимо продолжать инвестиции в цифровизацию государственного управления. Эти инвестиции срочно нужны. Европейский Союз и его страны-члены будут продолжать поддерживать страны восточного партнерства, особенно в связи с реализацией соответствующих соглашений и других инициатив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!